Направо поедешь, бриллианты найдешь, налево поедешь, ни хрена не найдешь, ну нам направо. Музыка Всем привет, ребята. Ну что, очередной день и мы с вами находимся на урочище. Вот так оно выглядит. Ну вот здесь часть была, там дома, там дома, там дома, короче. Здесь все заросшее. Мы с вами пойдем вот там за спиной, вон туда, там, скажем так, крупные деревья и более старые деревни находились именно там. Здесь позднеимперская такая, раннесоветская деревня была. Нас интересуют вон те места. Сейчас мы, короче, чешем туда, ребята. Всем приятного просмотра. Пробираюсь, ребята, до более старой деревни. Леха, так пошел напрямую там куда-то, фундамент тоже посмотреть. Такие вот места. Ну сейчас туда пойду подальше. Здесь как раз начало старой деревни. Вот. Деревья здесь тоже. И у нас вот здесь, ребят, сигнальчик. Немножко запыхался. Сигнал. Капец какой. 96 прям вот ровно стоит. 96 показывает где-то... Ну, не штык, конечно. Ну, около штыка. Сразу по корни. Пошла массовка. Так. Опа. Оп. Выкопали. Что-то выкопали. Ну, это что-то, ребят, медное. Или монета. Сейчас будет. Хочется монету. О. Ха-ха. Крупная. Посмотрим. Посмотрим, ребят. Крупничок. Так, водичку. Воды свинь, кстати, должно хватить. Так думаю. Так, по пузыречку есть. Должно хватить. Хрязь смоем. Пока не пойму я. Ребят, не пойму я. Ха-ха. Ха-ха. Уху. Ботело. За ногу. Колечки. Ребята, колечки. Две копейки. Две копейки. Кольцевик. Да. Две копеечки. Кольцевичок. Две. Две. Одна монетка, две копеечки. Ёперный театр. Удачный я перешел здесь, ауражик. Вот она, ребят, вот она, деревенька-то старая. Вот они, это не совет. Кайфуем. Ребята, это вообще жесть, если честно. Сколько дней, пять назад, дней пять назад, четыре копейки барабаны, аж заплетается язык, и сейчас опять сюрприз. Ну, как бы, не, не, конечно, никак, четыре копейки, скажем так, относительно более частые монеты, но совсем далеко, не частые. Я вообще, честно, я просто охреневая. Вот эта осень началась. Вот будем чистить, но, кстати, сохран тоже будет неплохой, не, смотрите. Рельеф, все читается. Кольцевик. Год, к сожалению, пока не, сейчас не рассмотреть. Кольцевичок, ребят. Кольцевичок, да, такой гуртребристенький. Да, рельеф очень вообще бомбезный. Думаю, почистится, будет шикарно. Можете меня поздравить, я офигею сам на себя. Надо сейчас легкий крикнуть. Хотя он на другой стороне. Ладно, потом похвалюсь, и опять охренеет. Ох. Ядрить ее за ногу, а. Вот она, вот она она. Вот зачем мы приезжаем и столько едем, блин. Вот кайф. Лезем оттуда. Смотрите, какие, ребятки, липы стоят. И вот где лопата практически, ну, чуть повыше, у нас сигналист, с которой мы сейчас идем с вами выкапывать. Устал что-то скакать. А, вот здесь что-то. Да, так вот, вообще нифига неудобно это тут будет делать. Склон. Жуть. Надеюсь, хоть что-то более-менее полезное, а не мусор. Кстати, сейчас, ну, деревня, следов-то советского проживания здесь везде полно на этой территории. Вот. Соответственно, выкопали. Соответственно, сейчас пробок накопался уже. Хе-хе. Всяких. Ну, мусора, короче. Ну, ничего страшного. Таким шедевр попадается сквозь мусор. Так. Ну. Начинается. Где это? Ого. Где-то тут что-то. Монетка. Хе-хе-хе-хе. Хорошая. Так. Ну, уже не зря. Не зря выкопали. Кабанок, кстати, здесь очень много. Тут же эти плодовые деревья везде. Они тут все на трутся. О, ребята, моя любимая палушка. На этой части деревни не должны попадаться по-любому. А, красота какая. Тридцать первый год. Павушка. Да, тридцать первый. Сохран хороший. Такой прям. Крепенький сохранчик. Красота. Ого. Тут же леска. А тут цветной. О, вот он. Еще как-то я под углом раз так. Вроде цветнина была. Думаю, куда-то делась цветнина. Так, кажется, он рядом железка еще. Че-то-то не выкопанное. О, сейчас слышит, да? Песня пошла. На медный. На медь идет. На нормальный сигнальчик, кстати. Лех только что сообщил. Где-то, говорит, собака рядом какая-то, говорит, гавкает со мной. Ну, я тут не слышу. Может, кстати, дофига сейчас лазить. Этих. Вот. Вот он, крыльяшак. Очень много лазит бродячих, кстати, собак. Они вот, кстати, опаснее волка, блин. Собакики. Вот, как он сказал, как-то поприслушивался. Вроде не слышал около себя. Но приходится оглядываться. Все равно фиг их знает. Думаю, что целая стая лазит. Тут лопатой упарюсь я отмахиваться от них. Так. Душечка, да? Ну, я на этом по размеру вижу, что душка. Так. Год 15 или 13. Александр первый, ребятки. Сохранчики. Сохранчики, красавица. А, прелестная какая монетка. Душечка. Так. 13-й год, кстати, ребят. Да. 1813 год и М. ЕМ и Н. Ну, классная монетка. Сохрана очень хорошая у нее. Ну, ребят, ну, куда же без крестика-то мне? Помыл его. Кресток, честно, просто уже это. Сигнал был, наверное, на ребре. Даже экшн-камеру не включал. Выкопал, смотрю, крестик, кажется, смеялся. Думаю, ну, как же так без крестика мне? Целенький, вообще целенький. Ну, как я люблю говорить, веревочка перетерлась. Но она так и есть на самом деле, насильтная веревочка. Если ушка целая, другой вариантов не бывает. Или порвалась, или перетерлась, веревочка. Вот, сегодня у меня первый крестик. Ну, точнее, ну, да, первый. Так. Нифига. Убрать. Мешать будет. Что-то вылетело. Как выискочит сейчас, как выпрыгнет, шмурдя какой-нибудь. Как понесется по заковолкам. Нет, сигнал такой, высокий. Да, манитоз. Манитоз, ребятки. И это снова у нас полюбасу медная монетка. И что-то не пойму. А, вижу, да. Орел. Еще одна Александр Первый. Тоже две копейки. И год 14-й, вроде как. Ну, чуть похуже монетка чем-то. Что-то побольше такая она, подзатертая. Что-то трещина. Трещинка вот такая вот пошла. А, нет, даже 18-й год. 1818-й. Ну, так, в общем, ничего. Нравится. Мне эти монетки. Ну, ранний период такой, более ранний. Даже рядовая класса, все равно. Уже дофига ходим. Здесь такие липами. Старые липы сейчас. Ну, покажу потом. Очень старые. Вот как раз эта деревня была более старая. Вот, что-то, наконец-таки, я вызвонил. Леха пошел на другую сторону оврага. Там несколько двориков стояло тоже. Там где-то шарится. Опа! Где-то там он. Сигнализ хорош. Ну, ребят, шмурдяк, сами понимаете, всякие не показываю. И вот здесь, поверьте, полно в этом месте. Движуха-то, все-таки была, потому что выше, я уже говорил, деревня была и в советский период. Но, наверное, тоже пропал. Ранний советский период пропал. До войны, по-моему, она пропала. О! Вот он. Ну, мусора, поверьте, здесь предостаточно. Ну, и вы сами знаете. Так что. Деньга, походу, ребят. Деньга. Там где золото-серебро. Наши. Обещанные нам дедушкой Хабаром. Пока нету. Да, 30... 1731 что ли, походу. Да, вроде, 31-го деньга. 31-го года. Ну, так, ничего, живая. Монетка. Живая, приятная монетка. Такая шмурдячинка, она немножко, можно сказать, приятная. Вроде даже какой-то рисунчик проглядывается, щиток. Но, по сути, шмурдяк. С этим щитком уже ничего не делать. Щиточек от перстня. Шмурдяковый. Ой, все, ребят, солнышко вон уже на запад уходит. Так что сейчас будем выбираться. Нам очень долго ползти. Сейчас вот здесь как раз вот пристроюсь. На щелеху искать. Вот, здесь пристроюсь, сделаю обзорчик находок. Ну, и заодно чуть передохну и с вами попрощаюсь. Итак, ну, как можете видеть, находок сегодня у нас немного. Но это все из-за того, что трава стоит, ребят. Вот, даже нахожусь на старой части деревни. И где вот лес есть, там приходится ходить. А так, по большей части, получается, вот эти самые такие лакомые места, конечно, все в траве. Ну, ничего страшного. Но зато, как говорится, лучше меньше, да и лучше. Шедевр вообще, ребят, вот он. От которого действительно могут руки трястись, да? Две копеечки. Год пока не вижу, но потом посмотрим. Вот он. Но сохран будет вообще бомба, я думаю. Две копейки кольцевик. Полушка. Тридцать первый. Деньга тридцать первый. И две монетки двухкопеечные Александра Первого. Ну, как бы, вот такой результат. Не считая там еще кучи выкопанного разного шмурдяка. Вот, в общем, вот такой, ребят, результат у нас сегодня. Я считаю, что это просто бомба, на самом деле. Все, обзорчик монет я вам показал. Сейчас буду собирать, ребят, рюкзак уже. И прибор в рюкзак уберу. И, соответственно, пофигачу в сторону автомобиля. И попутно надо легко где-то искать. Вот. Ну и, конечно же, хочу с вами уже попрощаться. На сегодня мы заканчиваем, конечно. Сейчас еще надо выбраться отсюда нам. Вот. Все, ребятки, короче, сейчас находку сегодня шедевральную вы, конечно же, сами уже видели. Если кто видео не промотал, то много есть любителей, которые на перемотке смотрят. Начало, конец, все, посмотрели. Вот. Короче, кто не перемотал, ребята, досмотрел это видео до конца, отдельный респект вам и уважуха. Кто по какой-то причине не подписан на мой канал, обязательно нажимаем кнопочку подписаться. Также про второй канал. Другая жизнь не забываем. Ну и, как обычно, все полезные ссылки по этому видео в описании. Всем, ребятки, добра и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok